В рамках родительской любви, которая традиционно начинается с самого светлого и доброго праздника Дня Матери, а завершается не менее важным событием Днём Отца, членами секретариата Брестского областного отделения Белорусской партии «Белая Русь» был организован круглый стол с многодетными мамами. Они собрались в одном месте не только для того, чтобы поздравить женщин с их прекрасным статусом, но и для того, чтобы поговорить на волнующие темы. Мы все прекрасно понимаем, что демографическая безопасность – это одна из составляющих концепций национальной безопасности. И поэтому мы и собираемся сегодня с этой категорией, с многодетными матерями, чтобы узнать о тех проблемах, которые сегодня существуют, чтобы в дальнейшем подготовить какие-то предложения, возможно, изменения законодательства для наших парламентариев, возможно, что-то можно сделать на уровне местных органов власти. Партия, она больше работает с законодательными актами, поэтому наша задача сегодня – выявить те пробелы, которые сегодня существуют в законодательстве, и придать их огласке. 11 многодетных мам и по совместительству членов белорусской партии «Белая Русь» собрались вместе, чтобы подумать над тем, как сделать жизнь родителей еще комфортнее. А предложить им было что, ведь они на деле прошли все этапы родительства и продолжают этот счастливый, но иногда такой трудный путь. У меня один сыночек и две лапочки дочки. Сын мне послан Богом, у меня долго у нас не было детей с мужем. Так получилось, сначала через долгое время у нас появился сын, потом две дочки. Сыну сейчас 12 лет, занимается музыкой, учится в музыкальной школе номер 2. У него прекрасный преподаватель, баян у него занимается, поет. Мальчик очень хороший, учится в 19-й школе, прекрасной школе. Девочка 10 лет, Ульяна, занимается творчеством. Она у меня такая творческая. Также ходит в 19-й школу, в 4-й Б-класс. И Маргарита, доченька, посещает детский сад номер 66. Прекрасные у нас также воспитатели. Я очень довольна, что я мама многодетная. У меня это... Я сама из многодетной семьи. У нас это, скажем так, традиция. Я всегда знала, что у меня будет именно трое детей. Может быть, и четверо, не зарекаясь. Все бывает в жизни. Но я очень рада. У меня прекрасный муж, который меня всегда поддерживал во всех моих начинаниях. Я ему хочу сказать большое спасибо. Без него бы я не справилась. У меня трое детей. Старшие дети уже взрослые. Кристина, Александра и Аполлинария. Кристина работает уже учителем информатики в средней школе города Бреста. Александра, студент-магистрант политехнического нашего университета. Ну и Аполлинария, 10 лет, учащаяся пятого класса девятнадцатой школы, тоже города Бреста. Занимается плаванием в центре Олимпийского резерва. Будущий, надеюсь, чемпион. Наш папа очень богат. У него четыре красавицы, как говорится. Но мне материнство давалось, наверное, легко, потому что у меня, у детей большая разница в возрасте. Одного вырастил на подходе второй, двоих вырастил на подходе третий. Поэтому радость материнства в основном для меня была позитивной. На позитивной ноте рождались дети, позитивно мы их воспитывали в семье. Поэтому никаких особо трудностей мы в этом не испытывали. Все эти прекрасные женщины с такими разными судьбами, разными историями своего материнства, разными детьми предлагали дельные варианты решения вопроса. Среди них и оборудование спортивных площадок для детей, и помощь молодым родителям, и многое другое. Остается надеяться, что самые жизнеспособные варианты найдут свое место в законодательных документах.